Уважаемые коллеги, мы сегодня на заседании Президиума по приоритетам, нашим рассмотрим один из проектов. Он называется «Формирование комфортной городской среды». Мы не первый раз к этой теме возвращаемся. Она действительно имеет важное социальное измерение. Абсолютно любому человеку важно, как выглядит двор, в котором он живет, территория вокруг многоквартирного дома. Если там нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, заниматься спортом или просто припарковать свой автомобиль. Именно по таким нюансам и судят о комфортности жизни. У нас три четверти граждан наших живут в городах. И, конечно, эти вопросы постоянно возникают. Не случайно в ходе парламентских выборов эта тема звучала очень активно. На недавнем съезде «Единой России» речь шла о том, чтобы подкрепить усилия государства инициативами самих жителей при поддержке общественных структур и партийных организаций. Эта тема также специальным образом была обозначена в послании президента. Страна у нас большая. Где-то местные власти благоустройством активно занимаются, имеют для этого и средства, и силы, и желания. Многие региональные столицы, во всяком случае, их главные улицы, площади, парки, набережные приведены в достаточно приличный вид. Где-то дела обстоят, мягко говоря, похуже. Мы договаривались, что займемся проблемой благоустройства именно на самом базовом уровне, Ну, что, собственно, сегодня и делаем. Было принято решение увеличить средства федерального бюджета на этот проект с 5 до 20 миллиардов рублей. Еще полмиллиарда предназначены на благоустройство парков и скверов. Деньги в масштабах нашей страны значимые, хотя и, конечно, не фантастические. Но мы, естественно, не собираемся с федерального уровня подменять работу органов местного самоуправления, региональных органов власти. Это ответственность именно регионов, муниципалитетов. Наша роль – стимулировать регионные муниципалитеты активнее этими вопросами заниматься, в том числе, конечно, опираясь на мнение, на запросы местных сообществ. Важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор вариантов благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работ. Наша общая цель за приблизительно 5 лет – в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид. Понятно, что этот проект требует комплексного административного сопровождения. Регионы и муниципалитеты должны будут сформировать программы развития городской среды, там, где их нет, конечно. Федерация здесь обязательно окажет методическую помощь, предоставит субсидии на софинансирование работ. Соответствующие соглашения, напоминаю, нужно будет заключить до 1 марта. Сроки жесткие, но нужно в них уложиться. Распределение субсидий на программы по развитию городской среды уже предусмотрено законом и бюджете. Сейчас дело за регионами, которым необходимо найти средства для софинансирования муниципальных программ. Не для всех регионов пока предусмотрено федеральное софинансирование. Регионы с высоким уровнем бюджетной обеспеченности в эту программу не попали, но этот вопрос тоже требует отдельного обсуждения. Очевидно, предпочтения у людей могут быть разные, в том числе эстетические предпочтения. Но самое главное, чтобы мы получили современную безбарьерную инфраструктуру с продуманным дизайном. Такая инфраструктура должна учитывать потребности всех жителей. Это и дети, и люди старшего возраста, и пешеходы, и автовладельцы, любители спорта, и люди с ограничениями по здоровью. В общем, чтобы всем было удобно, чтобы в результате сами жители были заинтересованы бережно относиться ко всему тому, что есть, к своему двору. Предполагается, что будет выделен минимальный объем работ по благоустройству, но регион, конечно, сможет восстанавливать и дополнительные виды работы. В регионах должны быть созданы общественные комиссии, их деятельность будет максимально открытой. Кроме того, предполагается создать механизмы, которые помогут собственникам принимать участие в решении задач благоустройства дворов, общественных пространств. В конечном счете это будет просто способствовать улучшению качества самой недвижимости, которой собственники располагают. Этот проект должен простимулировать развитие малого и среднего бизнеса, включая небольших подрядчиков и поставщиков оборудования. На благоустроенных площадках смогут развиваться и современные цивилизованные формы услуг, я имею в виду общественное питание, бытовое обслуживание, торговлю, естественно. Поэтому нужен комплексный подход. Проект, конечно, должен быть реализован не ради того, чтобы одни чиновники отчитались перед другими. Нужно не только помочь заняться благоустройством общественных пространств, но и следить за тем, чтобы и дальше эти пространства поддерживались в нормальном состоянии. Смысл именно в том, чтобы они были современными, чтобы люди все время чувствовали положительные изменения в городской среде. В этом плане важно обмениваться практиками, конечно, тиражировать тот опыт, который есть у передовых регионов. Минстроем подготовлен проект документов по реализации самого проекта. Мы его сегодня обсудим. Ну и два слова. В целом мы приступили к практической реализации принятых приоритетов. В этом году на них выделено серьезное бюджетное ассигнование в общей сложности – порядка 177 миллиардов рублей. Решения по субсидиям, по организации финансирования в регионах должны быть приняты строго в срок. Нужно наладить четкий контроль за эффективным использованием денег. Сегодня мы для этого сформируем специальную рабочую группу с участием всех, кто этим занимается, а также контрольных структур. Ну и просил бы регулярно докладывать о ходе исполнения бюджетов в наших проектах и о мерах по повышению бюджетной эффективности в рамках внедрения проектного подхода. Продолжение следует...